Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной обзор свежих материалов по теме текущей ситуации. Не успел Путин выступить с очередной своей публичной речью и робко затронуть тему пятой колонны? Как Песков тут же дезавуировал путинский тезис о необходимости очищения российской элиты, заявив, что президент якобы имел в виду не очищение, зачищение этой элиты, а самоочищение, типа предатели это те, кто покидает Россию. А значит предатели уже уехали, остались только патриоты. И больше зачищать никого не надо. Ни Набиулину, ни Силуанова, никаких высокопоставленных олигархов, прошу прощения, коррупционеров в силовых структурах. Это все правильные, хорошие люди, мы их будем защищать. Да нет, батенька. Основные предатели России как раз продолжают сидеть у нее на шее, паразитировать на РФ и уничтожать ее основания. В этом смысле главная проблема не с теми, кто уезжает из страны, бабы с возу, а с теми оборотнями, что здесь остаются и продолжают делать свое черное дело. Грабить российский народ, торговать родиной, заниматься псевдопатриотической демагогией Владимир Лепехин. Слушайте, это какие-то потрясающие заявления. Одни говорят, Мединский говорит, что деноцификация Украины уже практически договорена. Что такое деноцификация? Ну это просто, чтобы русский язык не притесняли. Чтобы русскоязычное население дальше нормально могло использовать русскую речь, русский язык. Все. Больше никаких, значит, моментов нет. Что такое демилитаризация? Просто, чтобы Украина не вступала ни в какие альянсы. Теперь вот еще это. Зачищение российской элиты — это самоочищение. Если кто-то еще не понял, друзья, то каждая новость, чем дальше, тем очевиднее, показывает, что на самом деле представляет из себя политика российских властей. Беспощадный пиарщик пишет. Нашли прелестное. Сергей Вадимович Степашин, бывший премьер-министр наш, в свете известных событий, призвал отказаться от баллонской системы в высшем образовании и вернуться к классической советской, которая, ну вы подумайте, была не так уж и плоха, а местами была даже очень хороша. Вот, говорит Степашин, все равно наши дипломы не стали признавать в других странах, потому зачем вообще это все? Развивая логическую цепочку, следующий закономерный шаг — это отказ от ЕГЭ и возвращение к традиционной советской школьной экзаменационной системе. Стремление, конечно, похвальное. Это ж надо было, простите, в течение 30 лет последовательно угандошивать в целом очень крепкую и приличную советскую систему образования, обрабатывая ее по углам, топором и рашпилем, пытаясь воткнуть в мировой образы рыночек, для того, чтобы потом прийти и сказать, «Нас не любят, наши дипломы не признают, какая новелла, 30 лет не признают, а спохватились только сейчас». Давайте проворачивать фарш назад, восстанавливать коровку целиком. Кризис, кризис, и это для России нормально. Это, так сказать, наш лайфстайл, быть выживальщиками. В конце концов, кстати, насчет выживальщиков, обязательно смотрите аудиокнигу, которую я размещаю у себя на канале. Есть отдельная ссылка, можете на Яндекс.Диске найти, бесплатно скачать, книга Михаила Делягина «Как выживать в кризис». Я ее для вас прочел, прошу любить и жаловать, что называется. Итак, в конце концов, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Никакой кризис уже даже не вымораживает. Вымораживает вот эти вот метания и шарахания, и бесконечный косплей, и карго-культ то Советского Союза, то Соединенных Штатов с автоматизированной культурой отмены маразматическим дедушкой-людоедушкой в Белом доме. Слушайте, друзья мои, сейчас против России ввели санкции разного рода. А мы все еще не подняли вопрос, а не выйти ли нам из ВТО. Ребят, а что мы делаем в этой организации все еще до сих пор? Ведь именно нормы ВТО не позволяют нам ввести серьезные ограничения, например, пошлины, заняться реальным импортозамещением. Мы все еще входим в баллонскую систему. Любое указание ВОЗ, помните пандемию, она же может вернуться в любой момент. Любое указание ВОЗ для российской власти, это вот истина в последней инстанции. А зачем мы все еще встроены в эти международные наднациональные организации? Кто-нибудь мне может объяснить? Вот только сейчас они начинают задумываться, а не сделать ли с этим что-нибудь. Допустите к власти тех людей, которые об этом говорят уже не первое десятилетие. Зелягин и многие другие, ведь это люди, которые реально говорят и говорят, и говорят, только их никто не слушает. А это Единая Россия. Восемь лет многие не появлялись в Донбассе, сейчас оказывается они одни там оказывают помощь. Мы 93 конвоя отправили, мы каждые два месяца им помогали. Мы были во всех окопах, во всех школах, во всех детских домах. Мы вместе с Кобзоном создали движение «Дети России, детям Донбасса» тысячи тысяч детей приняли. Знаете, если бы сейчас за последние 8 лет представители КПРФ, выходя на трибуны Государственной Думы, каждое свое выступление начинали со словами «Мы должны спасти жителей ЛДНР». Каждое выступление, понимаете, «Карфаген должен быть разрушен», «Карфаген должен быть разрушен». Был в Древнем Риме такой политик, который каждое свое выступление заканчивал словами. И вот торговля зерном, там организация сбора мочи была в Древнем Риме, такая система. Там что угодно, любой вопрос. А «Карфаген» надо разрушить. Вот и в итоге отправили туда войска, и «Карфаген» разрушили. Вот точно так же должен был вести себя Геннадий Андреевич Зюганов. Тогда сейчас ни Путин, ни «Единая Россия» никаких политических очков вообще бы не получили. Вся страна бы знала, мы спасли ЛДНР благодаря КПРФ. И патриотический электорат пошел бы за КПРФ. Но тут другой вопрос возникает. Простите, патриотический электорат — это весь электорат, который вам нужен? А левые, а социалисты? Что КПРФ за эти годы сделала для поддержания левых настроений? Что касается экономического развития и так далее? Опять же, да, КПРФ за эти годы отправил на Донбасс 93 гуманитарных конвои. Это правда внушительная цифра. А почему об этом никто не знает? Почему страна об этом не знает? Где раскрученный YouTube-канал о КПРФ? Куда вы деваете миллиарды, которые каждый год вам выделяются из бюджета? Каждой думской фракции выделяются очень приличные бабки. Где результаты? Где пропаганда? Где сообщество журналистов, блогеров? Где теневое правительство? А между тем, ситуация сейчас критическая. Сейчас пертурбации в политическом спектре начнутся самые капитальные. Чрезвычайный съезд партии коммуниста России. Это видный спойлер КПРФ. Одни из главных конкурентов на каждых выборах. Съезд партии коммуниста России, вдумайтесь, принял решение отстранить от должности своего лидера Максима Сурайкина. Новым председателем Центрального комитета избран Сергей Маленкович Сурайкин пытался скрыть, цитата, связь с прозападными финансово-политическими кругами недружественных государств, а также попытался связать партию кредитными договорами в свою пользу и в пользу своих родственников. Это ж политическая сенсация. Партия, которая пользовалась поддержкой администрации президента, оказалась не просто какими-то там мутными типками. Это реальный шпионаж. Они пытались связаться с иностранными какими-то финансовыми политическими кругами. Можно только догадываться, что это такое было. Сам Сурайкин уже сбежал за границу. Он не в России сейчас находится. Есть информация, что он где-то в районе то ли Малайзии, то ли Вьетнама ошивается. Это сенсация. Кому сейчас это интересно? Кому интересна деятельность? Коммунистов России или КПРФ? Ребята, у вас все провалено. По всем фронтам. О! У вас крепкая идеологическая база, на которую всем начхать. Государственные стройки в коме заморожены. И бюджетные средства остатки уходят на банковские депозиты по 23-24% годовых. Власть думает о дополнительных доходах для бюджета в условиях потенциального их падения. Это феномен. Это потрясающе. Вот о чем должен говорить сейчас Зюганов. Вот что началось. Это пишет, даже не стесняясь, это пишет. Про властный телеграм-канал. Раньше всех коми. Это канал верной администрации губернатору Чибису. Ой, простите. Кто там губернатор? Уйба. И что они говорят? Что те деньги, которые надо вкладывать в регион, строить дороги, школы, больницы, повышать какие-то там пособия и так далее, мы эти деньги лучше в банк отнесем. Банк нам даст проценты, и эти проценты мы сможем использовать. Вы охренели, что ли? Вся страна в шоке от Набиулиной. Набиулина те деньги, которые надо было вкладывать в развитие страны, отправляла на Запад. Вы теперь деньги, которые надо вкладывать в развитие, понесли в банк. Это же не ваши деньги, это деньги людей. Вместо того, чтобы эти деньги дать людям, но не в виде прямых, может быть, выплат, но дайте людям нормальную дорогу. Раздайте малоимущим бесплатную гречку с сахаром и маслом. Ну что-то сделать для людей на эти деньги. Нет, мы их понесем в банк. А если рубль еще обрушится, обвалится, вы что с этими деньгами будете делать? Например, берется миллиард рублей. Через год, под 24% годовых, получим миллиард и еще 240 миллионов заработанных. Представляете, какая выгода? 240 миллионов. А что, если цены за этот год взлетят в два раза? И то, что можно было купить за миллиард, теперь можно купить только за два миллиарда. Вы посмотрите, что в стране-то происходит. Они боятся. Они боятся того, что надо что-то делать. Это же ответственность нести. И знаете, я реально в последнее время, вот глядя на то, что делают наши власти, я вспоминаю евангельскую притчу. Притча о талантах. Талант — это в древности такая денежная единица, что-то типа слитка серебра. Раздал господин таланты своим слугам и говорит, я вернусь там через сколько-то времени, что-нибудь сделайте с этими талантами. кто-то создал небольшое свое предприятие, и один талант превратил в пять талантов. Кто-то создал предприятие не такое успешное, превратил один талант в три. Кто-то превратил один талант в два таланта, и то хорошо. А кто-то зарыл талант в землю. Потому что вернется господин и наругается. Куда это ты делал талант? Вдруг что-то не получится. Побоялся я в дело талант пустить. Я его в землю зарыл. Но зато я теперь его могу вернуть, господин. Этот раб был подвергнут позору по евангельской притче. Вот один в один деятельность наших чиновников. И что нам с этими чиновниками делать, если в Библии раб, неверный, зарывающий таланты в землю, был подвергнут осмеянию, позору и изгнанию. Хинштейн заявил. Давно пора жестко ударить по рукам спекулянтам и мешочникам, которые наживаются на ситуации, безосновательно взвинчивая цены. И не только на сахар. Подождите, товарищ Хинштейн. У нас же Путин, только что выступая, сказал, что священно право частной собственности. Извините, пожалуйста. А вы на каком основании будете как-то цены регулировать? Если у человека есть сахар, у нас свободный рынок капитализм, хочу продаю сахар по 50 рублей, хочу по 100 рублей, хочу по 500 рублей. И вы не имеете права заставлять этого человека за какие-то определенные деньги отдавать этот сахар. Это нарушает принципы частной собственности. Вы уж, депутат Хинштейн, согласуете как-то, ваше положение с речами Солнцеликова Владимира Владимировича. Вот, кстати, и он. Добавлю, что аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц, это урок и для национального бизнеса. Что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну. При этом, в отличие от западных стран, мы будем уважать право собственности. Что хочу особо подчеркнуть. Надо четко понимать, что новый пакет санкций и ограничений против нас последовал бы при любом развитии событий. Хочу это подчеркнуть. Виктория Гарси Берналь очень хорошо подметила. Соблюдение прав собственности внутри России это на самом деле просто неполживая история. Не буду рассказывать про все случаи отжима бизнеса у предпринимателей в России. Большинство моих читателей эти проблемы будут непонятны, неинтересны. Мы простые наемные работники, у которых в собственности есть в лучшем случае квартиры 50 квадратных метров. И эта скромная собственность на государственном уровне отжимается у россиян в угоду строительному бизнесу. Принимаются соответствующие законы, чтобы собственность отжать было проще, а ее владельцев послать куда подальше. Речь о знаменитой реновации. Я напомню, в соответствии с свеженькими нашими законами, которые просто пока что недостаточно широко распространились по матушке России. А помните историю, когда мужчина в Черноморском побережье, в Краснодарском крае, застрелил судебного пристава? Это было-то всего полгода назад. Помните почему? Потому что судебные приставы пришли арестовывать его жилье. А сейчас, в соответствии с законами, можно любую квартиру, любой дом, любое здание признать подлежащим сносу. Ваш район — это зона комплексного развития территорий. Мы решили здесь проложить дорогу, построить человейник, школу. И вообще, ваш дом аварийный. Значит, вместо нормальной компенсации вам положено, ну, например, 200 тысяч рублей. Ваша квартира стоила 3 миллиона, а компенсация вам 200 тысяч. Вам же надо где-то жить, но это ваши проблемы. Вы идете в банк и берете в банке ипотеку. Это современные путинские законы. Это программа реновации. Программа, доступное жульё. И так у нас ценится частная собственность. Друзья, я напоминаю. Путинское выступление — это гарантия создания в России олигархического рая. Это поддержка преданных Путину олигархам. Не больше, не меньше. Не думайте, что Путин собирается заботиться о вас и вашей частной собственности. В Томске полицейские под угрозой насилия заставляли местных жительниц заниматься проституцией. Только вдумайтесь. Вот это путинская Россия. Уголовное дело в отношении полицейских было возбуждено ещё 28 июля 2021 года. Сейчас стали известны новые детали дела. Старший лейтенант Руслан Алаев и Анатолий Трушин задержали, надругались и заставляли заниматься проституцией как минимум 5 молодых девушек. Помогал им в этом местный житель Кирилл Малков. В его же квартире опера уголовного розыска организовали притон. Полицейские задержаны. Вообще можете представить себе такую новость? Где-нибудь в Советском Союзе, например. Даже в застойном, перестроечном, в Советском Союзе. Чтобы такие новости шли раз в месяц, в два месяца, я вам точно такое что-то рассказываю. Это просто какой-то рок изобилия. Рок чернухи. Постоянно, постоянно. Хинштейн, специалист по силовым структурам. Он вообще в курсе таких вот ситуаций? Вы что думаете, участие Росгвардии в спецоперации, оно поднимет рейтинг силовиков у нас в стране? Да что-то не сильно. Людям нашим в первую очередь нужно развитие России, а не геополитические и стратегические успехи. Рынок труда ожидаемо лихорадит. Часть компаний вынуждена сокращать сотрудников или срезать зарплаты и премии. Кто-то вообще вынужден приостанавливать деятельность. Но большая часть, это касается малого и среднего бизнеса, крупный бизнес и госструктуры, старается, чтобы условия труда и выплаты как минимум остались на прежнем уровне. Среди крупных компаний есть и те, кто не просто сохраняет прежние условия, но и внедряет программы дополнительной поддержки сотрудников в период кризиса. Больше всех повезло тем, кто работает в Норникеле, Русале и Яндексе. Норникель. Единовременные выплаты не меньше 50 тысяч рублей каждому сотруднику. Повышение зарплаты на 10% во всех регионах деятельности. В Норильске и Красноярском крае на 20%. В Мурманской области на 10%. В других регионах 6,7%. Усиление социального пакета. Решение не сокращать персонал. Увеличение фонда для материальной помощи сотрудникам в сложных жизненных ситуациях. Русал, русский алюминий. Повышение зарплаты на 10%. Увеличение дотации на питание для заводчан на 50%. Компания потратит на эти цели дополнительно больше 6 миллиардов рублей до конца текущего года. Молодцы же, молодцы, да. Яндекс. Выплата сотрудникам дополнительной зарплаты в рамках антикризисных мер. Дополнительная зарплата. Друзья, вы уже получили свою дополнительную зарплату? Где вы там работаете? Пенсию дополнительную получили пенсионеры? Расрешение работать удаленно, чтобы быть с семьей в трудное время. Сокращение Яндекс не планируют. Друзья мои, что здесь надо отметить? Во-первых, если эти компании могут, то почему другие не могут? Во-вторых, у нас сейчас всем гражданам нужна индексация зарплаты. Нужна компенсация дорожающего проезда. Кстати, в Москве проезд подорожал, об этом вообще никто не сказал. Втихую абсолютно. Дотации на питание. Короче говоря, нам нужны компенсации, нам нужна поддержка, учитывая, что происходит с ценами в магазинах. Об этом никто не заикается. Только если детишкам денежек раздать, детишкам можем раздать. Простым трудящимся нет. Но самое главное, почему русский алюминий и норильский никель повышают цены? А это экспортно-ориентированные компании. Они уже задирают цены на свою продукцию внутри страны. Они заработают на европейцах, они заработают на россиянах, а своим сотрудникам подкинут деньги. То есть это на самом деле с барского плеча, объедки с барского стола. Вот что это такое. Ну и Яндекс, конечно же. Компания, которая после ухода Инстаграма, ограничения работы других сервисов, сейчас испытывает потрясающий оптимизм в своем развитии. Они могут зарабатывать очень и очень успешно в ближайшие несколько лет. Вот такая ситуация, издевательская. Откровенно, издевательская ситуация. Высказывайтесь, друзья, в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты. Вместе мы сила, вместе мы победим. Даешь социализм, других вариантов нет. Все, что предлагает действующая власть, можно оценивать как гарантию дальнейшей деградации, стремительной деградации нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok